Ну что, давайте начнем лекцию. Потому что тут сегодня не очень много. Это семинар, что ли? Нет? Так, реферационный момент. Все видели, что домашнее здание появилось? Ну вот. Оно появилось, его нужно сдавать. Для этого нужно зарегистрироваться в унитазке. Для этого нужно, чтобы в контесте я добавил список участников. В общем, посмотрите инструкцию, проверяйте, пишите, делайте задание. Вот еще я на всякий случай хочу сказать, вот есть ли среди вас, может быть, случайно кто-то со второго курса? Нет таких? Вот второму курсу нельзя ходить на этот спецкурс. Просто на всякий случай говорю. Что? Я не буду ставить оценку просто. Просто время потерять. Нет, ну просто в втором курсе не разрешается слушать Python, потому что уже слишком просто. Так, хорошо, переходим к Python. Вот сегодня мы с вами будем говорить про классы, про объекты и про все вообще, что связано с объектно-ориентированным программированием в Python. Вот, ну и начнем с того, что научимся сами писать классы. Ну, во-первых, что такое класс? Давайте синхронизируем их определение. Вот у нас есть какие-нибудь данные. И эти данные мы объединяем вот в модель некоторой сущности, которую вот мы проектируем в нашей программе. Ну, всегда программа соответствует каким-то сущностям из реального мира, являются моделями для них. И вот классы являются объектами. В смысле, классы являются, соответствуют моделям именно сущностей, а не действий. Ну, объекты, это когда у нас есть какой-то класс, и вот у этого класса есть реализация, конкретные экземпляры. Эти модели, они называются объектами. Ну, вот, например, int, это тип данных или класс для целых чисел. Ну, а конкретные числа 1, 2, 15, это вот экземпляры этого класса. Объект этого класса. Ну, вот как выглядит минимальный класс в питоне. Класс, который ничего не содержит. Я уже показывал, что паз можно использовать для обозначения пустых блоков. Ну, вот я взял, использовал ключевой слово класс, чтобы сказать, что у меня будет класс, который называется вот так, и сказал, что в нем ничего нет. Ну, мы уже можем попытаться создать экземпляры этого класса и посмотреть, что нам предпритатель бывает и скажет. Ну, непонятно, что он нам говорит. То есть мы про класс пока ничего не сказали, что в нем хранится, что он имеет тело. Вот интерпретатор нам говорит, что все, что я знаю про класс, то, что он вот так называется. Давайте что-нибудь поинтереснее. Объявим вот такой вот класс, например, имеет метод. Метод определяется как функция, которая просто внутри класса находится. Но, правда, у метода всегда должен быть первый аргумент специальный, такой, который называется self. Этот аргумент является… Через этот аргумент как раз и будет передаваться экземпляр класса, у которого этот метод вызывается. Ну, то есть вот для тех, кто привык к C++, там есть такая штука, как this. В целом это примерно то же самое, только его обязательно писать в аргументах, ну и потом пользоваться этим конкретным экземпляром нужно именно через эту переменную. Но у нас пока простой метод, который ничего не использует, просто что-то печатает на экран, вот теперь мы можем его создать и можем у него этот метод вызвать. Что если он не писать? Если вообще не писать, будет ошибка, просто не сможете определить этот метод. Он скажет, я не могу определить метод, у него должен быть выставательный аргумент. Единственное, что можно этот аргумент по-другому назвать, это будет работать точно так же, нужно будет другое слово использовать, но питомские сталгайды все говорят, что это очень плохая практика называть его по-другому, потому что все уже к этому привыкли. Ну давайте, собственно, что-то поинтереснее напишем. Напишем в класс, у которого есть какие-то атрибуты. Вот здесь вот я объявляю тот же какой-то метод, который использует атрибут name. А этот атрибут name я задаю через вот такую функцию 2 подчеркивания и нит 2 подчеркивания. Функция соответствует конструктору класса, она вызывается при инициализации класса, когда мы пишем имя класса и что-нибудь в скобочках. Соответственно, вызывается вот эта функция init, в которую передаются все аргументы, которые мы туда передали. В тех предыдущих классах, которые мы написали, там тоже была функция init, просто она была определена по умолчанию, она ничего не получала на вход и ничего не делала. Вот мы ее сейчас как-то определили, и в нашем текущем определении она создает один атрибут, в который кладет аргумент, который мы к нему передали. Но вот обратите внимание, что все атрибуты, они не просто так вот висят в воздухе, мы их обязательно прикрепляем к self. То есть можно считать, что в всех методах у нас всегда вот есть объект, с которым мы работаем, это self, и мы к нему вешаем атрибуты, и все методы, с которыми мы работаем, тоже к нему прикреплены. Ну а вот за счет этого, например, мы можем одно и то же имя дать аргументу и атрибуту, потому что одно это просто локальные переменные, другое это атрибут класса. Ну и потом вот в функции grid я этот атрибут использую. Причем обратите внимание, что я нигде не говорю, какие атрибуты у меня будут в классе, я просто могу в некоторых методах их создать. Вот, например, в данном случае я в конструкторе ничего создавать не буду, а сделаю какую-нибудь функцию, которая вот атрибут добавляет. И если я, например, создам экземпляр класса, у него теперь опять пустой конструктор, который ничего не делает, и попытаюсь вызвать вот эту функцию, ну у меня произойдет ошибка, потому что этого атрибута, который использует функция, его еще не существует. Ну, соответственно, в таком варианте все будет работать. Ну вот в питании на самом деле нет прямой возможности заранее перечислить, какие атрибуты у вас будут в вашем классе. И поэтому мы просто можем в какой-то момент создавать атрибуты, можем их удалять, менять. В каком-то смысле у нас вот раньше были переменные такие, которые внутри функции, в какой-то локальной области видимости были видны. Ну а теперь у нас еще мы можем создавать переменные, которые прикреплены к каким-то объектам, к экземплярам класса. Переменные, опять же, могут быть разные, но методы эти переменные могут использовать. Правда, есть еще вот такие штуки, как атрибуты классов. Вот эта штука — это атрибут объекта, а вот эта штука — это атрибут класса. Ну то есть у нас есть… Это что-то в духе таких переменных, которые одинаковые для всех объектов. У нас есть переменные, которые к конкретным объектам прикреплены, а есть переменные, которые прямо именно к классу к самому прикреплены. Ну давайте посмотрим немножко, как используется. Я вот чуть позже поясню по поводу того, что их можно менять. Причем к этим атрибутам классов можно обращаться, как видите, не только через вот такую вот конструкцию имя класса, точка имя атрибута, но и через вот такую вот. То есть можно написать опять же имя объекта, точку имя атрибута. Но это вот такой вот хитрый способ разрешения имен просто. Это не значит, что у каждого объекта есть вот такой вот, есть атрибут префикс, его на самом деле нет. Просто у бетона есть определенный алгоритм, когда мы просим какого-нибудь объекта посмотреть какой-нибудь атрибут, он его ищет не только внутри этого объекта, но и где-то еще, например, в классе этого объекта. Ну или потом мы изучим наследование, он там будет искать еще в родителях этого класса. Ну и в данном случае он его находит у класса, и поэтому все выглядит так, как будто у самого объекта есть этот атрибут. Так, еще раз, у xai есть префикс? Или у вот этой штуки есть префикс? У xai есть префикс. У xai есть префикс. Вообще говоря, не должно было быть. Но, а вы его меняли? Снаружи. Да, давайте тогда лишь попозже. Ну то есть, это не так уже критично. Где он есть, где его нет. Я просто сейчас показываю, как вообще это можно делать. Ну посмотрим потом, может быть я ошибся, что это не так сказал. С разрешением имен мы еще позже будем разбираться, пока это не очень важно. Так, хорошо, значит мы научились создавать классы. Теперь я хочу рассказать немножко про систему вообще объектов в питоне. Она не совсем обычная. Вот давайте про нее поговорим. И, собственно, самое главное в ней это то, что все в питоне является объектами. Вот, например, те же самые классы тоже в том числе являются объектами каких-то других классов. Вот, например, можно взять класс int и положить его в переменную. Но объект, объект, значит можно положить в переменную. Потом его можно использовать точно так же, как мы использовали сам int, но только по новому имени. Можно положить в переменную какой-нибудь метод конкретного объекта. Вот у вас есть некоторая строчка. Я говорю, нужно взять эту строчку и положить в нее метод у этой строчки. Это будет некоторая функция, которую можно вызвать. Получится вот такая вот штука. Это будет не метод класса строчка. Это будет метод у конкретного объекта. На самом деле вот это достигается как раз путем того, что он автоматически туда передает некоторые экземпляры в качестве self, но тем не менее выглядит, по-моему, интересно. То, что можно брать объекты, и у них методы класса переменную. Ну и вообще с объектами можно вообще очень странные штуки делать. Вот, например, классы могут быть ключами в словаре. Ну, просто потому что классы сами по себе являются экземплярами какого-то другого класса. То есть являются объектами, и с ними можно работать как со всеми другими объектами, куда-то класть, как-то использовать. Ну вот, словарь будет вот так вот странно, правда, выглядеть. Ну что поделаешь, вдруг кто-нибудь захочет все-таки это сделать. Вот, или можно в список положить три функции, определенные разными способами. Через обычную функцию, через какую-нибудь встроенную функцию, через лямбда-функцию. У нас будет список объектов. Ну и каждый объект просто это функция. То есть что нужно из этих слайдов понять? Что в питоне нет никакого разграничения между классами, методами, функциями и чем-то еще. Это все одно и то же по сути. Это все объекты каких-то других классов. То есть для всего, с чем вы можете работать в питоне, есть свой объект, для этого объекта есть свой класс и так далее. Но это позволяет довольно удобные штуки делать. Вот, например, мы можем в список положить там набор функций, а потом их по циклу, каждый из них вызвать с каких-нибудь аргументов. Вполне удобно. И нам не обязательно каким-то образом там помечать, что мы кладем именно функцию, а не что-нибудь другое. Ну вот по поводу того, какие классы у этих объектов, там немножко сложная такая структура, я сейчас примерно ее обозначу, а потом мы где-нибудь под конец курса про это поговорим подробнее. Вот возьмем, например, число 1 и попросим, вызовем от него функцию type. Функция type это встроенная функция, которая получает на вход некоторый экземпляр класса и возвращает класс, который ему соответствует. Ну хорошо, взяли единичку, получили, что у него класс int. Int же тоже объект, у него тоже должен быть класс. Вот мы просим это посмотреть, и он нам говорит, что int это экземпляр класса type. Есть вот такой какой-то класс type, который генерирует классы, генерирует типы данных. Ну вот если мы это еще раз сделаем, получится вот такая вот странная штука, то что type является классом сам для себя. Ну рано или поздно это должно было прекратиться, не может быть, что у нас бесконечно много будет классов, но классы свой класс, у него свой, у него и так далее. Понятно, что цепочка где-то должна оборваться, но вот она обрывается в данном случае вот здесь. То есть чтобы она не была бесконечной, должны быть классы, которые генерируют сами себя. которые являются объектами самих себя. Вот, но, опять же, выглядит немножко странно, мы про это еще поговорим. Вот где-то под конец курса у нас будет тема мета-классы. Такие вот классы, которые сами себя генерируют, называются мета-классами. И мы сами научимся такие классы писать, научимся с ними работать, поймем, почему это все достаточно логично, а не так, как сейчас выглядит. Ну, в общем, скоро обсудим. Так, что еще про объекты. Так, вроде все. Теперь у нас достаточно большой блок. Вот мы и научились писать классы. У классов есть атрибуты. У классов есть атрибуты. С этими атрибутами есть очень много разных, во-первых, синтаксических приемов, во-вторых, особенностей работы, которые, собственно, обеспечивают все удобство использования этих классов. Мы сейчас этим позанимаемся. Во-первых, давайте поймем про методы классов. Вот чем отличается функция от метода. На самом деле практически ничем. Функция — это просто некоторый объект, у которого определен оператор круглой скобки. Некоторый объект, после которого мы можем в круглых скобках написать какие-нибудь аргументы или пустые круглые скобки, и что-нибудь произойдет разумное. Если мы напишем, например, какую-нибудь строку и после нее круглые скобки, то будет ошибка, потому что строка не умеет вызываться от чего-нибудь. Если мы напишем какой-нибудь len, а потом в круглых скобках что-нибудь, то ошибки не будет. Но так функция отличается от нефункции тем, что они могут вызываться от чего-то. При этом, если мы возьмем, например, класс int, вот он в некотором смысле будет функцией, потому что у него есть возможность его вызвать с круглыми скобками. Можно в int передать какой-нибудь другой объект, ну и формально от функции мы его не сможем отличить. Вот. А есть еще методы. Метод, по сути, это та же самая функция, которая просто принимает в качестве первого аргумента экземпляр класса, с которым он работает. И на самом деле их можно определять даже снаружи от класса вот таким вот способом. Ну, понятно, что это не очень удобно, но просто для понимания того, как они устроены, можно делать вот так. И это будет вполне корректно работать. Ну, это я просто показываю, что если мы создадим экземпляр, у него сначала атрибута x не будет, потом мы вызываем вот этот метод, вызываем через имя f, потому что вот здесь мы им присвоили имя f. Ну и, соответственно, атрибут появляется. И обратите внимание, что методы, они являются экземплярами классов, а не экземплярами объектов. А не экземплярами, в смысле атрибутами классов, а не атрибутами экземпляров. И вот здесь вот при таком вызове как раз происходит этот механизм разрешения имен, когда мы берем некоторый объект, у него пытаемся обратиться к атрибуту f, у этого объекта атрибута f нет. Он идет, смотрит, есть ли у класса такой атрибут, у этого класса атрибут находится. Этот атрибут ссылается на какую-то внешнюю функцию, ну и в нее передается self, и, соответственно, все это запускается и работает. Ну понятно, что так методы писать не нужно, удобнее определять в классе. Возможно, в каких-то редких случаях, когда вам что-нибудь нужно как-то хитро определить, так можно сделать, но, например, какой-нибудь один и тот же метод у нескольких классов, и вам по каким-то причинам не хочется использовать наследование. Ну ладно, в общем, я с таким не сталкивался никогда. Хорошо, давайте еще немножко про атрибуты поговорим. Ну вот, смотрите, вернемся к нашему классу, который там в конструкторе что-то создает, какой-то атрибут, и потом его используют внутри метода. К этому атрибуту можно получать доступ извне. Точно так же, как вот у вас были строки, у них там были разные методы, например, там split, какой-нибудь join, что-нибудь еще. Методы доступны кому угодно, и простые атрибуты тоже кому угодно доступны. И хуже того, их еще и можно изменять. Ну, то есть конкретный экземпляр в данном случае служит не более чем таким вот пространством просто имен, в которые мы объединяем разные имена, разные переменные, ну, и в этих переменных что-то лежит. Ну, причем эти атрибуты не обязательно менять, их можно прямо создавать с нуля. Вот мы создали класс какой-то, у которого вообще ничего нет, никаких методов, никаких атрибутов, создали его экземпляр и приклеили к нему атрибут. Почему бы и нет? И он такие вещи разрешает делать. Ну, чему это не очень страшно? Точнее, чем это хорошо сначала обсудим? То, что Python позволяет так делать. Во-первых, вот такие конструкции позволяют гораздо проще отлаживать код, гораздо проще писать на него тесты, всякие среды разработки тоже им гораздо легче работать с кодом, они могут его просто там посмотреть, запустить и вытащить из него всю информацию, которая нужна. Во-вторых, если у вас есть несколько классов, которые друг с другом как-то взаимодействуют, и один класс должен лазить в атрибуты другого, ну, гораздо проще опять же их делать, если они напрямую доступны. Мне нужно писать там какие-нибудь методы для доступа и так далее. Вот, а еще в Python есть возможность вот этот оператор присваивания, когда кто-нибудь пишет вот такую вот строчку, его можно перегрузить. В том смысле, что кто-нибудь напишет вот такую строку, и не просто создаться атрибут с таким-то именем, с таким-то значением, а управление передаться в какую-то функцию, которая по умолчанию просто создает атрибут с таким именем, с таким значением, но вы можете его переопределить, чтобы происходило что-нибудь интересное. Ну, например, если вы очень хотите защититься от внешних изменений, вы можете просто бросать ошибку, если кто-то снаружи изменяет атрибут, кроме вас. Вот, ну, по поводу того, почему это неплохо, ну, то есть здесь вот такая вот жертва в пользу того, чтобы код был легче и проще, его легче было писать. То есть, с одной стороны, да, конечно, можно случайно ошибиться и залезть в класс, в который вам залезать не нужно, что-то там поменять, и все сломается. Но на самом деле на практике обычно люди, которые работают с классами, ну, там, они обычно стараются работать только так, как написано, там, например, в документации, только так, как рекомендуется с ними работать. И вот такие ситуации не очень часто встречаются. Ну, а если уж кто-нибудь на самом деле захочет, чтобы все сломалось, ну, это можно сделать даже если там, как себе, все закрыто, защищено, есть способы все равно все сломать. Вот, ну и в питоне, как мы видели, у нас имеет место вот такая неявная типизация, точнее, еще не видели, я про нее поподробнее расскажу. Но, в общем, у нас все типы данных, они заранее как-то не объявляются функции, не говорят, какие типы данных они принимают и так далее. Поэтому в питоне, когда мы пишем, мы не ориентируемся на то, что в коде написано, ну, то есть не ориентируемся на то, какие типы данных, с какими типами данных мы работаем, мы ориентируемся на то, что про эти данные мы знаем, например, из документации. Ну, в том плане, что вот у вас есть некоторая функция, она принимает некоторую переменную x на вход. Чтобы понять, что она от вас ждет и что туда можно передавать, вы смотрите в документации, собственно, что туда можно передавать. Вполне возможно, что туда можно передавать, например, только списки, она только со списками работает. А может быть, что она принимает там любой объект, на котором можно в некотором смысле определить порядок. Ну, то есть в питоне больше такой вот ориентир на документацию, на описание, что как работает, потому что все равно из-за неярной типизации просто по коду тяжело предвречь, что от вас хотят. В питоне есть так называемые защищенные атрибуты, но они вот защищенные в кавычках, потому что они на самом деле совсем не защищенные, сейчас я поясню. Можно перед именем атрибута поставить нижнее подчеркивание. Таким образом вы поддемонстрируете, что этот атрибут нельзя менять снаружи. Я сделал ровно то же самое, только атрибут теперь назвал по-другому, поставил нижнее подчеркивание перед ним. Его по-прежнему можно ровно точно так же, как и тот атрибут, использовать, но только теперь, вот если вы его используете, то как бы вас уже предупредили, что его использовать не нужно, что класс не ждет, что кто-то будет его менять. То есть это такая скорее нотация, чем… Это не какой-то механизм защиты, это просто такая распространенная нотация, которая позволяет вот, когда вы пишете какой-то код, замечать, что вы что-то, наверное, ломаете, если используете такой атрибут. Ну, преимущества здесь те же самые, что и с обычными атрибутами. Но здесь по поводу того, что автоматически все не защищается, можно еще добавить, что среды разработки, когда вы такое пишете, обычно дают предупреждение, что вот здесь вы лезете в тот класс, в который вам залезать нельзя. Предупреждение, конечно, можно игнорировать. Например, если вы пишете какой-то другой, связанный с этим исходным классом, и вы хотите на самом деле внутрь него залезть и что-то поменять, или там, например, тесты пишете и хотите внутри тестов проверить, какие атрибуты там чему равны, или попытаться их как-нибудь поменять, чтобы протестировать какое-то поведение особенное, вы эти предупреждения игнорируете, ну и… Все нормально, все все равно работает. Но вы в этих случаях, конечно, знаете, что их можно игнорировать. А если вы используете какую-нибудь библиотеку стороннюю, и вот случайно написали, случайно делаете доступ, используете доступ к каким-то атрибутам таким закрытым, ну вас ID предупредит, скажет, что так делать нельзя, вы заметите и поправите. Так, вопросов нет, потому что на данный момент обсудили. Дальше мы хотим поговорить про переопределение операторов. То есть у нас есть классы, у них есть методы, и вот еще иногда хочется, чтобы можно было взять какой-нибудь класс, взять два экземпляра одного класса и, например, их сложить между собой, или вычесть, или поделить. Ну просто иногда некоторые прооружения так удобнее записывать. И для этого в Python есть набор функций, которые выглядят вот так, два нижних подчеркивания, потом какое-нибудь название и опять два нижних подчеркивания. Ну вот, например, два нижних подчеркивания и два нижних подчеркивания переопределяет конструктор. Это не совсем, конечно, обычный оператор, но такой вот функция с необычным поведением. Вообще на самом деле сразу запомните, что функции такого вида самостоятельно создавать не нужно То есть если вы хотите создать какой-то метод, то в его названии не надо использовать два нижних подчеркивания, что-нибудь два нижних подчеркивания Только если вы явно не хотите что-то переопределить Потому что это название зарезервировано для переопределения Ну что можно переопределять? Например, можно переопределить сложение и умножение Я написал класс двумерного вектора, который умеет складываться и умножаться с экземплярами, с другими экземплярами того же самого класса Нет, точнее складываться с экземплярами и умножаться на число умеет Обратите внимание, что оператор сложения не изменяет сам экземпляр self и умножение то же самое Он возвращает новый объект, который возникает в результате применения операции То есть если мы пишем x умножить на 2, у нас есть x, у нас есть 2, и все выражение должно вернуть в новый какой-то вектор Мы его и создаем здесь, используя данные в нашем исходном векторе Он автоматически заменяет плюс равно на self? Если плюс равно не переопределено, то да, если переопределено, для этого есть специальная функция Тут нужно букву i добавить, incremental Тогда он вызывает ее Ну вот есть и много других рефметических операторов, которые называются как-то осмысленно То есть есть тем, что они делают, там, subtraction, division, equation, non-equation Ну, полный список всех операторов, которые можно перепределять Есть документация питона Нам он сегодня не очень понадобится Что-нибудь в таком духе понадобится Если вам нужно, посмотрите Ну и там, там, естественно, множество разных операторов Там заведение степень, например Всякие вот эти умножения справа И умножение слева, умножение справа Инкрементальные умножения и так далее Взять я по модулю Давайте про более интересный оператор поговорим Вот есть такой оператор квадратные скобки Когда вы пишете объект, потом в квадратных скобках какие-нибудь индексы, например И я вот сейчас показываю просто, как эти функции называются И в них я написал пока не что-то осмысленное Просто вывожу их аргументы, которые туда были переданы Чтобы просто посмотреть, как они работают Вот квадратные скобки, они разбиваются на два случая Случай, когда квадратные скобки используются для чтения И когда они используются для записи Ну то, что они используются для записи Питон определяет потому, что они стоят слева от знака равенства То есть выражение присваивания слева Ну а когда для чтения, соответственно, все остальное Ну для чтения вызывается оператор, который называется getItem Для записи оператор setItem И у них, как видите, разное количество аргументов Когда вы читаете, вам нужно только знать, откуда вы читаете Когда вы записываете, вам нужно знать, во-первых, куда записываете Ну и во-вторых, что стоит в правой части Ваше выражение, которое вот Выражение присваивания вызвало этот оператор Я пока просто написал такую заглушку и вызвал Чтобы наши аргументы все вывелись просто на экран И вот, обратите внимание, что туда не обязательно передавать числа Туда можно передать любой объект, как обычно в питоне Вопрос только в том, переопределите ли вы ваши операции таким образом, чтобы они принимали любой объект То есть понятно, что всякие, например, строки, списки, они принимают только числовые индексы в качестве на вход Хотя вот я сейчас обманул, не только числа принимаются на вход, например, у листа Сможете догадаться, что еще тогда принимается на вход? Да, когда вы пишете двоеточие, туда на самом деле там никакие хитрые синтаксические конструкции не используются Просто списку передается в качестве аргумента специальный объект, у которого написано, что стояло слева от двоеточия, что стояло справа от двоеточия Ну и если еще был указан шаг, к чему равен шаг И он автоматически определяет, что ему передали одно число или вот этот вот объект с двоеточиями, называется срез Ну и в зависимости от того, что это использует, применяет правильный метод Вот, ну например, мы видели, что словари принимают в квадратные скобки все, что угодно Ну все, что угодно, что может быть, с ключом словаря Ну а при желании вы можете определить здесь вот таким образом эту функцию, чтобы она принимала все, что угодно и что-то осмысленно с этим делала Ну давайте сделаем для вектора 2d осмысленное действие У нас, как вы помните, координаты хранятся вот так вот не очень разумно, наверное Ну раз уж сделали, то будем использовать Ну вот так вот мы это и делаем Если индекс 0, то это x, если 1, то y Ну вот код с определенной точки зрения не очень удачный, мы правда пока лучше не умеем делать Не удачный он с точки зрения, что Вот, а что будет, если туда передастся не 0 и не 1 Напишем v от 0, v от 5 равно 0 Что произойдет? Ничего Нет, ну я говорю сейчас про операцию set item, она всегда и так ничего не возвращает А в данном случае она еще ничего не сделает Здесь написано просто, что если индекс 0, то сделать вот это, если 1, то вот это А в всех остальных случаях ничего не делаем Что, конечно, не очень интуитивно Если мы в векторе передаем индекс, которого в нем нет Хорошо бы, ну хотя бы как-то давать понять, что так делать не нужно Может быть с ошибкой падать, может быть с непонятной ошибкой, но хотя бы падать В данном случае просто ничего не поменяется Ну а вот здесь вот вернется значение nano В итоге, я не помню, рассказывал или нет Если функция ничего не возвращает, она на самом деле возвращает вот такой вот объект, который называется nano Ну который переводится как ничего Этот объект можно там переменной класть, можно с ним сравниваться Такой вот специальный объект для позначения что-то вроде пустой переменной Не не существующей, а пустой Ну и вот функции все по умолчанию возвращают nano Если они ничего не вернули с помощью return, они возвращают nano Можно, конечно, явно написать return nano Но так работает по умолчанию Ну и, соответственно, здесь он именно nano вернет Но, впрочем, для get item это можно считать осмысленным поведением Нулевая координата такая, это единичная координата такая И все остальные это nano Причем, если мы тогда будем передавать не числа Вот, например, там строки, словари, не знаю, классы Все равно будет точно так же себя все это вести Потому что оно сравнится с нулем Там строка какая-нибудь не равна нулю Какая-нибудь другая строка не равна единице И в нужную ветку не попадет Грубо говоря, мы здесь никак не обрабатываем варианты Когда мы нам передали не тот тип данных И такие ошибки не будут происходить Так, вот еще несколько операторов покажу Сейчас, про get item с item Понятно? Другие операторы еще есть Вот, например, есть оператор два нижних подчеркивания len два нижних подчеркивания Он немножко странный В том, в плане, что казалось бы, зачем он нужен Но, тем не менее, его сделали Оператор, который вызывается, если кто-нибудь пишет len В круглые скобки передает ваш объект Ну, по умолчанию питон не умеет Функция len не умеет определять длину произвольного объекта Но ее можно научить Ну, собственно, функция len все, что она делает Это берет объект и вызывает у него вот эту вот функцию И все Ее очень просто написать Если она не определена, то он говорит, что я не могу учить длину этого объекта Если определена, то то, что она вернула, является длиной Дальше еще есть вот такая вот замечательная функция str В тех ситуациях, когда в питоне есть необходимость преобразовать ваш объект в строке Ну, например, вы напишите str от вашего объекта Или когда вы в интерактивном интерпретаторе его пишете просто ими переменно И ничего дальше не делаете В этих случаях вызывается функция два нижних подчеркивания str, два нижних подчеркивания Соответственно, можно туда что-нибудь интересное написать Ну, вот еще есть оператор call Если кто-нибудь напишет имя вашего объекта, а потом круглые скобки поставит То, соответственно, вызовется оператор call Ну, и в эти круглые скобки можно все, что угодно передать И можно определить их с любым количеством аргументов Вот если я говорил, что, например, get item, set item Они там получают один или два аргумента Или что там у нас еще было в делении, всякое умножение Тоже один аргумент получает, правая часть Но вот функция call, круглые скобки, она получает вообще все, что угодно Нули аргументов, один аргумент, переменное число аргументов Вопрос только, как это запрограммировать, но мы со временем научимся Ну, вот с помощью этого оператора можно превратить любой объект в функцию В функцию в смысле того, что у нее есть круглые скобки Так, смотрите, давайте еще пару слов про то, как вообще эти все классы и все такое используются в питоне Ну, вот смотрите, во-первых, в питоне такая философия классов Не совсем похожа на какие-то другие языки Вот, например, возьмем язык C++ Как на языке C++ отписать вот утку Ну, мы пишем Утка состоит из следующих частей Клюв, перья, лапы То есть такое программирование, ориентированное на структуру На то, что внутри находится На питание у нас немножко другая направленность Мы в первую очередь решаем, что этот объект делает То есть есть утка, она крякает, плавает, летает Таким образом мы определяем, что это такое Ну, то есть в первую очередь нам важно, что этот объект делает И это не то, что у него внутри находится Но это соответствует тому, как мы сейчас с вами писали классы Вот мы обнаружили, что у нас нет возможности заранее зафиксировать Какие данные хранятся в объекте Это сделано ровно потому, что на это не рассчитано То есть питон так и сделан, что не надо этого делать Не надо пытаться это делать Главное это определить методы, что может этот объект делать Если внутри себя в процессе использования этих методов Что-то еще будет хранить, то хорошо Если не будет, то ничего страшного Ну и когда вы читаете опять же чужой код Вы в первую очередь смотрите, что объект умеет делать Как он взаимодействует с другими объектами И не то, что у него внутри хранится Что и как Вот такая типизация называется неявная Она еще называется утиной типизацией Но ровно по этому примеру Потому что его все время приводят в качестве примера И говорит она то, что То, что я сейчас только что сказал Что у нас есть объект Он определяется только своим взаимодействием, своими свойствами, методами А не внутренней структурой Но понятно, что в этом случае нам немножко тяжелее Заботиться об эффективности У нас есть какой-то объект И непонятно, там много памяти Мало памяти требует Но в питании мы не очень обычно заботимся об эффективности Поэтому так все и работает Но зато немножко удобнее Потому что если у нас есть только структура То нужно еще дополнительно разбираться с тем, что происходит А здесь мы только с этим и разбираемся Давайте еще пример такой покажу Собственно вот Я пишу некоторую функцию Которая делает следующее Она получает на вход другую функцию И некоторое число И для всех целых чисел От нуля до этого числа Называет функцию от этого числа Вот когда я говорю здесь слово функция Я как раз использую вот эту неявную типизацию То есть мне совершенно не важно Что это будет за объект, который мне передадут Мне главное, чтобы он ввел себя как функция Что значит ввел себя как функция Это значит, что он должен С круглой скобки уметь применять Ну да, и вот здесь вот как раз и написано Вот я вызываю его с круглыми скобками Я могу туда передать какую-нибудь настоящую функцию Написать ее и передать в качестве аргумента Вот могу, например, вот такой вот метод Класса передать Создать список У него взять метод и положить туда вот в этот Передать его в эту функцию И класс от этого там расширится От выдвала этой функции Можно было бы туда передать экземпляр Не экземпляр, точнее какой-нибудь класс Но мы правда не увидели бы, что происходит Можно было int в качестве аргумента передать И посмотреть, что получится Ничего интересного не произойдет Он просто все числа int-ы Переобразует в те же самые int-ы Ничего для них не вернет, поэтому я не стал показывать Но опять же наша вот эта функция count and call Будет воспринимать ее как функцию Вне зависимости от того, что это такое на самом деле Ну вот другой пример, который мы с вами видели на первых занятиях Что у нас Пишем, например, функцию, которая складывает два объекта Туда можно передавать числа Туда можно передавать строки Туда можно передавать списки Опять же Нас не очень волнует Что именно туда передадут Нам главное, что То, что нам передали, умеют делать Если то, что нам передали умеет складываться с чем-то Такими же объектами То это то, что нам нужно Ну и этим можно пользоваться Чтобы соответственно функции Вот так вот использовать в разных целях Так, еще немножко про использование Собственно довольно часто возникает вопрос Вот вы умеете писать классы, умеете писать функции Когда нужно что использовать И такой вот общий ответ звучит примерно так Вот Вы проектируете программу И можете писать на словах Что в этой программе будет происходить У вас есть там существительные и есть глаголы Что происходит Что какие-то действия в программе И какие-то объекты в программе Соответственно действия, они соответствуют функциям И они позволяют вам Какой-то набор действий Объединить в одно какое-нибудь короткое название Ну там, я не знаю Какой-нибудь хитрый проход по тексту И объединить его на части Объединить функцию сплит Абстрагироваться от внутреннего устройства этих действий Классы же соответствуют объектам То есть существительным И позволяют абстрагироваться от данных И то, какие операции с этими данными происходят От того, что внутри происходит с этими данными Как они взаимодействуют между собой Ну вот, например, там, не знаю Определяем класс вектор Нам не важно, что внутри хранятся там числа или не числа Мы умеем просто с этими векторами Потом их складывать и умножать Как они внутри хранятся и преобразовываются Нам не важно Вот, но Да, давайте еще пару примеров покажу На самом деле, любой, практически любой код Можно спроектировать и так И с помощью функций, и с помощью классов Вот, например, рассмотрим рациональные числа Ну, рациональные числа представляются как числитель-изнаменатель Я вот заодно здесь показываю такой способ Называется аргументы по умолчанию Можно в функциях сказать, что какие-то значения по умолчанию заданы Если они будут переданы, то будет использоваться то, что вы передали Если они не будут переданы, то будет использоваться значение по умолчанию Ну, это так, лирическое отступление Ну, вот, например, я определяю класс рациональное число И у него определяю метод умножения И использую я его так Создаю один экземпляр этого класса, создаю другой, перемножаю их Ну, вполне естественно Если у меня есть целые числа, а я хочу работать с рациональными числами Вполне естественно абстрагироваться от них И написать для них вот такой вот класс Чтобы перемножить, надо же два нижних подчеркивания Вот два нижних подчеркивания Что еще раз перемножить? Ну, метод называется мульт А там по краям нужно нижних подчеркиваться Да, спасибо, это не ошибся Да Так, давайте я для всех скажу Вот я должны быть два нижних подчеркивания У него два нижних подчеркивания Для переопределения оператора умножения Я здесь имел в виду, что нужно здесь внизу не умножение писать А именно этот метод вызывать Но я забыл это сделать Поэтому получилась такая вот ошибочка Ну, ладно, это не принципиально Вот, то же самое можно сделать по-другому Можно сделать это вот так Можно сказать, что у нас Рациональное число Это два числа Это пара чисел Пара интов Ну, пара интов Можно хранить в списке, например Положим их в список И потом напишем функцию Которая получает на вход два вот таких списка И их хитро перемножает Здесь, казалось бы, более естественно использовать Именно класс Но, тем не менее, так тоже можно сделать И это вполне Допустимо Другой пример, когда наоборот Удобнее использовать функции Но можно сделать это с помощью класса Представьте, что вы пишете какую-нибудь библиотеку Для математических функций Математических каких-то специальных функций И вот как она будет выглядеть Вы просто их определяете подряд И потом их вызываете Как они были определены Он неестественный способ Но можно сделать и вот так Можно собрать какой-нибудь класс Потом создать экземпляр этого класса И в него вызывать эти функции как место Ну, собственно, это все к тому Что именно использовать класс или функции Ну, зависит от того, как вы видите Что будет более удобно в данном конкретном случае Ну, в некоторых ситуациях Более естественно использовать классы В некоторых более естественные функции Есть вот языки программирования Которые только на процедурном программировании Основанные Есть на которые только на классах И он допускает и то, и то И, соответственно, в ваших руках Используется так, чтобы это было как можно более удобно Чтобы как можно меньше вам нужно было писать Чтобы легко было это читать Ну, понятно, что так вот сходу сообразить Как, что, когда использовать не получится На это у нас вот есть система домашек и review Вы будете что-то писать И мы будем говорить Вот здесь лучше использовать класс А здесь лучше класс убрать Вы будете спорить Мы будем обсуждать И вот так будет процесс обучения продолжаться Я вот еще скажу немножко про особенности для Python То есть на самом деле вот это вот Что лучше использовать функции или не Или классы Оно немножко зависит от языка И просто вот если вы умеете Определять на C++ Как лучше делать И перенести это напрямую на Python Не совсем получится У Python есть свои особенности Во-первых, у Python вот есть Такие два типа данных Как лист и дикт В которые можно класть все, что угодно В любом порядке В любой вложенности В дикт там можно другие дикты класть И так далее За счет этого Любые структуры данных Можно внутри них хранить Ну и это в некотором смысле Уменьшает полезность классов В том смысле, что в C++ Довольно часто бывает нужно Объединить данные в класс Не потому что у него методы какие-то есть интересные Потому что просто Чтобы данные вместе таскать Вот в одном экземпляре Ну а в Python это легко сделать С помощью листа и дикта Ну и на самом деле Если немножко покопаться в реализации Python Вот все классы По сути это и есть словари Словари, у которых в качестве ключей Это имена атрибутов В качестве значения и то, что в этих атрибутах находится Вот Поэтому довольно часто Гораздо короче не использовать класс А просто там сделать какой-нибудь словарь Или какой-нибудь список Ну и здесь вот Если вы считаете, что что-то достаточно просто получается И классы не используются То это оказывается хорошим способом Что-то написать Городить лишние классы не нужно Если они действительно не нужны Ну и да Не забываем про нашу унитивную типизацию То, что у нас Объекты определяются тем, что они делают Это значит, что Классы в первую очередь должны появляться Не тогда, когда у нас данные группируются А когда в этих данных появляются какие-то действия Ну то есть Если просто мы хотим собрать данные в кучу Используйте лист или дикт или что-нибудь такое А если они еще начинают что-то делать Тогда уже можно написать класс Так, ну давайте сделаем перерыв сейчас небольшой И потом вернем Так, ну что, продолжаем? У нас, наверное, немного осталось Мы так быстро двигаемся Может, есть какие-то вопросы, потому что до этого было? Ну ладно, мы сегодня попишем класс Вопросы будут и говорите на семинаре Так, я хочу рассказать еще пару таких вещей Которые полезны при написании классов Вот первый из них Документирование вашего кода Что такое документирование кода? Ну, если вы написали какую-нибудь классную функцию Какой-нибудь классный класс Там, я не знаю, еще модуль Модуль какой-нибудь напишите Ну, про модули попозже расскажу, как их делать И чтобы их можно было нормально использовать Ну, как правило, их хорошо бы задокументировать То есть вот из-за этой неявной типизации Которая у вас есть в питоне Довольно часто по коду, по заголовку вашей функции По тому, как ваш класс там называется И что он на каком-нибудь методе Не очень просто определить, как с ним взаимодействовать Ну, в тривиальных случаях можно Более сложных уже тяжело Поэтому, соответственно, хорошо бы к ним писать документацию Вот, и документирование в питоне Оно встроено прямо в язык У каждого объекта может быть вот такой вот атрибут Два нижних подчеркивания Док, два нижних подчеркивания В котором находится документация к этому объекту В данном случае я взял объект int Который соответствует классу int И посмотрел его документацию Ну, документация к классу, соответственно, обычно относится к его экземпляру Документация к функциям относится обычно к самим этим функциям Вот, ну и вот в эту строчку можно что-нибудь интересненькое написать Вот здесь я еще импортировал модуль sys И попросил посмотреть его документацию Можно туда что-нибудь написать Вот, например, здесь написано, что можно вызвать int с такими аргументами И оно вернет integer Потом еще через два переноса строки Которые здесь на экраны некрасиво выводятся Но можно вывести красиво, если написать print Дальше еще какое-то описание Ну, я поставил три точки, чтобы просто всю строку не выводить И она большая Создаются эти докстринги не назначением вот этого атрибута Два нижних подчеркивания, док, два нижних подчеркивания А более элегантным способом нужно просто взять вашу функцию, например Сразу же после ее объявления первой строкой Точнее первым литералом Написать текст документации в виде строчки И этот текст сохранится вот в этой перемене Два нижних подчеркивания, док, два нижних подчеркивания На самом деле вот эта функция help, которая у вас есть в интерактивном интерпретаторе Она сама по себе не очень-то что-то интересное умеет делать Она вот объект, который вы просите по нему помощь Она к нему залезает, смотрит на его документацию И просто ее красиво форматирует И все То есть все вот эти документации ко всем функциям, модулям И всем остальным, что у вас есть в питоне Она на самом деле просто в объекты напрямую зашита В виде вот такого вот атрибута До нижних подчеркиваний И та документация, которая находится на сайте питона На самом деле из вот этих вот атрибутов Автоматически генерируется То есть у нас есть где-то исходники питона Там у каждого объекта есть документация И из этих исходников автоматически генерируются Там хорошо отформатированные какие-то тексты документации Ну для питона это такая нормальная практика То есть если вы делаете, разрабатываете какую-то библиотеку В ней там есть функции, какие-то классы и каждому из них вы пишете прямо в коде вот таким вот способом документации и все, это такая полноценная конструкция вам не нужно где-то отдельно в каких-нибудь xml файлах описывать документацию она автоматически уже прикреплена к вашему коду если те, кто будет его использовать там захотят, они могут прямо в коде посмотреть или может быть разработчики вашей классной библиотеки не поленятся и сделают автоматическую генерацию документации на сайт ну, кстати, для них есть уже готовые утилиты ну, давайте я покажу немножко, как обычно их оформляют вот документации функции обычно оформляются таким вот образом в первой строке написано короткое описание причем в поведительном наклонении ну, а потом прямым текстом какие-нибудь любые комментарии которые можно к этому еще добавить обратите внимание на тройные кавычки документация довольно редко бывает однострочной туда-нибудь всегда можно поместить всю информацию которую вы хотите сказать поэтому, раз она многострочная удобно использовать эту конструкцию с тремя кавычками как раз для того, чтобы несколько строк писать без каких-то там переносов, объединений или чего-то еще по поводу того, надо ли каким-то образом описывать аргументы если описывать, то как здесь вот какого-то общего стандарта нету ну, то есть все по-разному делают в разных проектах мы на курсе требовать обязательно не будем чтобы вы как-то их описывали и вообще писали докстринги это, конечно, было бы очень здорово но это не будет обязательно поэтому если вы не пишете, то, соответственно, неважно какой стиль а если пишете, то можете выбрать любой подходящий например, взять какую-нибудь большую открытую библиотеку там, не знаю, Scalern или SciPy смотреть, как у них написано и так же и делать ну, а можете вообще не описывать документы хотя бы короткое описание, что делают функции, уже неплохо ну, документация классом выглядит похожим образом только в первой строке мы пишем не действие которое он делает ну, потому что класс не делает действия а, соответственно, просто его описание так, я извиняюсь, что вот лишняя штука я потом, похоже, расскажу, что это буквально через 5 слайдов, наверное, про это будет значит даже меньше ну, в классе, значит, создаем класс первой строкой описываем документацию ну, вот еще есть документация к модулю мы с вами модули еще не писали, но я вам просто на будущее скажу что вот вы будете описывать модули модули описываются в отдельных файлах и нужно прямо в начале этого файла написать текст вашей документации до того, как вы делаете всяческие импорты или что-то еще вот еще комментарии по поводу документации казалось бы, тот факт, что мы не можем по коду достаточно легко определить, как с ним работать нам дали какую-то библиотеку, мы не можем понять, что с ним происходит потому что у нас там ни типы не объявлены, ничего не объявлено все не явны казалось бы, это не очень хорошо и нам из-за этого приходится вот документацией пользоваться но на самом деле на практике ну, я говорю с точки зрения разработчиков питона то есть разработчики питона решили, что на практике все равно люди всегда пишут документацию даже если у вас есть код на C++, где достаточно все строго все равно документация, без документации очень тяжело его читать или на других языках ну и раз мы документацию все равно пишем давайте делаем ее удобным и давайте не будем писать тогда лишние действия описывать там всякие типы и так далее вот, еще бывает однострочная документация она обычно оформляется вот так вот все равно в тройных кавычках на случай, если вы хотите ее расширять чтобы не приходилось туда-сюда удалять, добавлять тройные одинарные кавычки ну, соответственно, одной строчкой просто описываете, что делает ваша функция и ничего больше не добавляете и лишние пробелы переноса строк там не ставятся, как в предыдущих случаях вот здесь вот у нас были переносы строки дополнительные и вот здесь это делается для того, чтобы легче было читать когда документация из одной строчки, это не нужно делать так, ну и вот еще маленькая тема, про которую хочу поговорить про наследование, мы не будем сегодня подробно ее разбирать только в целом, что это такое у нас еще будут темы, еще будет позже лекция еще про объект-ориентированное программирование там, где мы и метаклассы те самые разберем все остальное, но пока только чуть-чуть собственно, что нам интересно, это то, что наследование выражает вот такое отношение у нас есть что-то, какой-то А, есть какой-то Б и вот если А является частным случаем Б, то А наследуется от Б ну, вот, например, пример наследования кошка является частным случаем животного, собака является частным случаем животного мы поэтому так и описываем говорим, что кошка наследуется от животного, собака от животного еще есть такое отношение, которое всегда связано с наследованием называется отношение являции экземпляров этим отношением связаны класс и экземпляр этого класса, соответственно Можно взять конкретного кота и он является экземпляром класса коты Но при этом так как класс коты унаследован животного У него вот это отношение является экземпляром таким образом расширяется То есть конкретный кот является в том числе экземпляром животного Но экземпляром собаки он не является, потому что не является объектом этого класса Вот на питоне это можно выражать вот такой вот записью Есть специальная функция isInstance Которая именно вот это отношение проверяет Ему передается какой-нибудь объект и класс И он проверяет является ли объект экземпляром этого класса Ну кстати очень удобная функция для того, чтобы во всяких перегруженных операторах и так далее Например в getItem или setItem проверять, что именно вам пришло на вход Можно проверить является ли то, что пришло intом, является ли то, что пришло строкой И в зависимости от этого делать разные действия Ну и вот это отношение являться экземпляром, оно распространяется на наследование За счет этого вы сможете как бы удобным образом все это использовать Если вы попросите, скажете, что ваш функция принимает на вход, например, int А вам кто-нибудь передаст не int, а наследник класса int Функты из instance все равно вернет true И она умным образом все это определяет Вот в питоне есть еще такой универсальный класс, называется object Ну объект И от этого класса все стандартные классы унаследованы То есть я взял int, спросил является ли он экземпляром object Да, является, потому что int унаследован от object Следовательно, он им является Сам int тоже является экземпляром object Ну потому что int является экземпляром type Type унаследован от object Ну и сам object является экземпляром object По той причине, что его тип от самого себя и унаследован Есть вот такая странная штука Получается, что экземпляр некоторого объекта является родителем класса этого объекта Опять же, для питона это нормально Прибликайте со временем Ну вот эта запись, она в директорном смысле выражает то, что я говорил несколько слайдов назад То, что в питоне вот все является объектами Можно это записать так, что если взять любое что угодно в питоне Написать из instance, передать туда это что угодно Право учать написать object и у вас всегда будет true Вот пользовательские классы можно тоже сделать экземпляром класса object Вот таким вот способом Надо в скобках написать object Ну а следовать его от класса object Соответственно, таким образом включив в свой класс эту общую структуру Ну это рекомендуется делать всегда Потому что, во-первых, эта штука помогает вот это отношение из instance сделать таким вот универсальным То, что у вас всегда любой объект является экземпляром из instance К тому же в тассе object на самом деле определены кое-какие функции Они достаточно редко используются, но иногда бывают полезны Мы с вами когда будем работать с какими-то продвинутыми классами Там с переопределением оператора равно, оператора точка Мы обнаружим, что очень удобно, когда что-то за нас уже определили как-то красиво Ну если вы так всегда будете наследовать, это удобно делать Вот здесь вот правда я сказал, что все объекты, в смысле все что угодно в питоне является экземплярами класса object То есть являются объекты Но что будет, если вот здесь вот не унаследовать наш класс от object, как мы раньше делали? Ну ответ в том, что да, оно не будет экземплярами объектов Потому что мы его не унаследовали Это еще одна причина, почему так не рекомендуется делать Ну вот, потому что вы сломаете все единообразие, которое есть в питоне Такая возможность, возможность этого делать, она, это делать осталось со старых версий питона Когда еще вот этого универсального класса не было Ну чтобы старый код не ломался, просто добавили много класса Унаследовали от него все, что только смогли унаследовать Но заставлять других людей невозможно, но советовать можно В третьем питоне у вас нет возможности не унаследоваться от object Но по умолчанию от него всегда унаследоваться, даже если вы ничего не пишете Так, ну на этом все Какие-нибудь вопросы есть? Давайте перейдем к семинару Вот на прошлых семинарах я вам говорил, что можно делать задачи и не показывать Давайте вот начиная с этого семинара мы будем задачи все-таки обсуждать Там задачи становятся все сложнее и все интереснее Соответственно, когда вы какую-нибудь задачу сделаете Завайте меня или Гришу, который скоро подойдет И мы будем обсуждать что-нибудь интересное и вас советуем Ну все, тогда лекция закончена